Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 января я дегустировала вот свои томаты, которые запеченные по-провански, именно сорт Казанова. И так как в прошлом году осенью уже многие интересовались, хотят попробовать этот сорт, и уже сейчас спрашивают, какие сорта у нас подходят для вяления и для запекания. Потому что сюда тоже не всякий сорт нужно употребить. И нужно выбирать сорта именно лучше консервного направления. Вот видите, у меня там банки. Вот этот Казанова, вот у меня тут и Очарование, и Мисс Америка, потом Русские колокола. Все томаты, которые у нас подходят для консервирования, их можно сделать и для выпекания. Почему? Потому что обычно для запекания, я уже говорила, нужно выбирать или перцевидные, или сливовидные, или даже круглые, но маленькой формы томаты, чтобы они не растекались, и желательно, чтобы у них было повышенное содержание сухих веществ, таких как Казанова. Томаты, которые идут на приготовление соков, которые сочные, но у них мало вот сухого вот такого вещества, они подходят хуже. Я сейчас назову все сорта, которые я пробовала, и которые идеально подходят у нас для запекания и для вяления. Мы начнем, конечно, с перцевидных. Вот у нас Казанова не перцевидный, но он подходит идеально. Вот эти вот полоски очаровательные, ни с какого другого томата, таких длинненьких полосок не получится. Первое место я отдаю томату Казанова. Потом пробовала я, перцевидный желтый подходит, перцевидный полосатый, просто перцевидный. Потом дальше идет морхотская кисть, банан оранжевый, банан красный, все вот эти вот банановидные. Челнок, пожалуйста. Буян, только не тот, который очень крупный, а ближе к последнему. Вот последний урожай, где уже идет измельчение, где он не очень сочный, дамский пальчик, сибирский пируэт подходит. Дальше я сейчас буду идти по этому, ну по моему каталогу, какие вот я, Ляна, вы поняли, какие я выбираю? Ракета, русские колокола. Вот, кстати, русские колокола, сейчас покажу вам. Вот видите, они в баночке. Они тоже такие, как бы, перцевидные, вытянутой формы. В вашем регионе не обязательно выбирать те сорта, которые я называю. В вашем регионе обязательно найдутся ваши районированные сорта, которые вы выращиваете, которые или удлиненной формы, или которые круглые, небольшие. Вот, пожалуйста, оранжевые сливки делала идеально, и для вяления, и для запекания. Денежное дерево, сосулька розовая, алые свечи, лично я делала в этом году, тоже идеально. Они похожи формой на казаново, удлиненные такие. Груша розовая, воловье ухо. Вот это все подходит. Так, ракета, я говорила или нет, сейчас скажу еще. Подходит даже черный мавр, де барао черный и штраух. Но черные томаты, я сразу говорю, они не будут вот такими вот красивыми, у них будет более черный вид, и на вид не очень красиво. Но все равно, их можно, они подходят для запекания, для вяления, потому что у них небольшой плод сливовидный. Любые сливовидные, любые мелкие. Вот у меня каштанка, она хотя не очень мелкая, но она тоже подходит. Супер экзотик, который полосатенький, вот такой вот, он тоже подходит. Так, дальше сейчас пройдусь я еще. Пожалуйста, гном можно. Мисс Америка можно. Голубика, несмотря на то, что она темно-фиолетовая, она тоже у вас подойдет. И для вяления розовая жемчужина, потом, дальше мы идем, так-так-так, акварель и дюшес. Дюшес, сахарные пальчики, все небольшие плоды, то есть томаты мелкоплодные, перцевидные, сливовидные. Вы можете смело сеять сейчас. Вот сейчас наступит посевная в марте, там в конце февраля. Можно сеять, и вы будете уверены, что вы сможете их приготовить. Вот заготовку на зиму вяленые томаты и томаты запеченные. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это быстро-быстро краткий обзор сортов. Выбираем сорта для вяления и запекания. Все.